Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами Татьяна Демчук, международный тубтрейдер в Картель, и я рада приветствовать вас на Картель ТВ. Сегодня среда, 14 января, и я представляю вашему вниманию обзор основных валютных пар рынка Форекс. Традиционно начнем наш обзор с просмотра событий экономического календаря. В 10.45 по московскому времени нас ожидает индекс потребительских цен Франции. Также выйдут данные по новым займам Китая. В 12.00 индекс потребительских цен Италии, а в 13.00 промышленная производство по Европейскому Союзу. Также выйдут предварительные данные о продаже десятилетних облигаций Германии. Во второй половине дня в американскую сессию нас ожидает целый ряд интересных событий. Так, в 16.00 состоится речь члена фонда господина Плоссера. В 16.30 мы узнаем индекс розничных продаж, экспортные цены, индекс цены на импорт, розничные продажи по США. В 18.00 опубликуют товарно-материальные запасы по США и закончится день в 22.00 новостью бежевой клинья. Я прошу вас учесть данную информацию при определении точек входа и выхода в рынок, а также при определении уровня тейк-профита и ступлоса, поскольку в указанное время соответствующие валютные пары будут проявлять большую волатильность. Итак, приступим к обзору основных валютных пар. Пара евродолов. На недельном графике мы наблюдаем нисходящий тренд. Приблизив этот график ближе, мы увидим, что на прошлой неделе был обновлен минимум, и сейчас пара торгуется в районе 1.1775. Уровень 1.1866 будет пробит, оттестирован снизу, и сейчас пара находится в некоторой консолидации под этим уровнем. Если мы посмотрим на данный график на таймфрейме А4, то увидим, что пара находится в последние дни в ценовом гиапазоне между 4-часовым уровнем 1.1753 и месячным уровнем 1.1875. Поэтому стоит бы наблюдать за данной парой. Если она пробьет данный ценовой диапазон вверх, и оттестирует уровень 1.1875 сверху, то вполне возможен поход на более глубокую коррекцию в район 1.2200 на закрытие январского гэпа. Если же пара пробьет данный диапазон вниз и оттестирует уровень 1.1753 снизу, то вполне вероятен поход на юг к следующему сильному уровню 1.1640. Пара фунт-доллар. На дневном графике мы наблюдаем также нисходящий тренд. На прошлой неделе был обновлен минимум 1.5033, после чего пара ушла в некоторую восходящую коррекцию. Если мы натянем сетку фибоначи на последнее нисходящее движение, то увидим, что пара откорректировалась до уровня 23.6 по фибоначи. И сейчас торгуется как раз в районе этого уровня. При более детальном рассмотрении на графике АС-4 мы увидим, что протестировав уровень 1.5200 снизу, пара находится сейчас в ценовом коридоре между уровнями 1.5100 и 1.5200. И как раз торгуется в районе уровня 23.6 по фибоначи. Соответственно, если пара выйдет из данного ценового диапазона вверх и оттестирует уровень 1.5200, то вполне возможен поход выше в район 1.5300 и на закрытие январского ГЭПа. Если же пара из данного ценового диапазона, что более вероятно, уйдет вниз, оттестирует уровень 1.5100 снизу, то вполне вероятен поход вниз в район 1.4900. Пара доллар-иена у нас, после продолжительного восходящего тренда, сейчас находится в некоторой коррекции и торгуется в районе 1.118.10. Если мы натянем сетку фибоначи на восходящее движение, то увидим, что пара откорректировалась до уровня 23.6 по фибоначи, что свидетельствует о том, что пара может и продолжить свое восходящее движение, но также и уйти на более глубокую коррекцию. Также мы можем наблюдать, что в последнее время максимумы не обновлялись, пара фактически отбилась от уровня 120.77, неоднократно его протестировали и ушли на коррекцию. Вполне вероятно предположить, что сформирована фигура двойная вершина и межвершинная линия гальзонтальная у нас как раз совпадает с уровнем 115.51 и с уровнем 38.2 по фибоначи. Поэтому, на мой взгляд, возможно, два варианта развития событий. Либо пара отопьется от этого уровня и вернется к уровню 121.78, либо если же мы все-таки пробьем уровень 115.51, протестируем его снизу, то вполне возможно более глубокая коррекция на отработку фигуры двойной вершины и пара направится в район фигуры 109.87. Пара новозеландский доллар, американский доллар у нас после продолжительного нисходящего тренда, как мы наблюдали на недельном графике, находится в флэтовом движении. Несколько раз мы пытались обновить минимум, но все-таки вернулись назад в данный ценовой коридор, в котором мы находились фактически целую осень, между уровнями 0.78,67 и 0.76,97. Дважды мы пытались добраться до уровня 0.7606, но пока что безуспешно, и назад вернулись в наш флэтовый диапазон. Если посмотрим на днях, то четко видим флэтовое движение. Попытки добраться до 0.7606, однако назад вернулись в наш ценовой диапазон. Сейчас торгуемся ближе к уровню 0.76,97, и на мой взгляд, пробой этого уровня и тестированный снизу будет свидетельствовать о продолжении нисходящего движения и поход к уровню 0.7606. Опять-таки повторная попытка его пробить. Если же мы поднимемся вверх и пробьем уровень 0.7867, оттестировав его сверху, то вполне возможен поход вверх к уровню 0.79,73, либо даже 0.839. Пара австралийский доллар, американский доллар после продолжительного нисходящего движения замедлила свое действие, однако успела обновить минимум и отметится на прошлой неделе на уровне 0.833. Если мы натянем сетку фибоначчи на последние нисходящие движения, то увидим, что пара откорректировалась до уровня 0.236 по фибоначчи и пока что отбивается от данного уровня. На мой взгляд, это может свидетельствовать о том, что пара продолжит свои нисходящие движения, поскольку ей есть куда падать. Но следует не забывать, что если пара все-таки пробьет уровень 0.8201, тестирует его сверху, то вполне возможен поход на север к району 0.8399. На этом у меня все. Я вам желаю удачной торговли и больших профитов. С вами была Татьяна Денчук, Клуб трейдеров Картель. Я рада буду видеть вас по свидам на Картель ТВ.